Печальная судьба Т-80 тут последнего основного танка СССР. 10 апреля 2019 года Вестник Мордовии Печальная судьба Т-80 тут последнего основного танка СССР. Источник изображения, фото, ХКБМ. В истории советской оборонной промышленности было немало образцов военной техники, ставших хорошо известными и отлично зарекомендовавших себя в ходе многолетней эксплуатации. В то же время некоторым изделиям ВПК Советского Союза откровенно не повезло. Одним из таких стал выпускавшийся в Харькове Т-80 тут, который в ряде источников назвали последним танком СССР. Этого танка могло и вовсе не быть. Первоначально планировалось выпускать газотурбинный Т-80У. Его производство планировали развернуть, кроме Харькова, еще в Ленинграде и Омске. Однако, после смерти Устинова, который отстаивал в качестве основного танка машину с газотурбинным двигателем, харьковчане решили создать дизельную версию Т-80У, установив на часть выпущенных образцов тысячасильный двигатель 6ТД. Так и появился Т-80У для уровня 80-х ГГ. Прошлого века он был одним из лучших танков не только СССР, но и всего мира. По характеристикам огневой мощи, броневой защиты, подвижности ни в чем не уступал зарубежным образцам. Единственным недостатком было отсутствие тепловизора. Сказывалось общее отставание в этом направлении. До сих пор нет точных данных о том, сколько было изготовлено таких машин. Однако любители бронетехники попытались восполнить этот пробел. Участник форума сайта «Отвага-2004» Мейлстром 2010 Посчитал количество дизельных восьмидесяток, сошедших с конвейера до 1991 года. Производство Т-80У слешут в Харькове 1983-10Е.Т-80У Декабрь 1985-30Е.Т-80У плюс 5Е.Т-80У Далее только «От» 1986-45-47Е.Т-1987-75Е.Т-1988-125Е.Т-1989-150Е.Т-1990-170Е.Т-1991-100Е.Т- В советскую армию эти боевые машины поступили на вооружение самых элитных соединений Таманской и Кантемировской дивизий. Правда после 1991 года эти танки стали иностранными, со всеми вытекающими последствиями. Часть Т-80У, которые нуждались в капитальном ремонте, уже в 90-е годы были утилизированы. В следующие годы число таких танков в составе новой российской армии неуклонно снижалось. Например, в той же Кантемировской дивизии в середине 90-х появились газотурбинные Т-80У. А дизельные со временем сконцентрировали в Таманской дивизии, где они служили до середины нулевых годов 21 века, пока не произошла их замена на Т-90А. Были у Т-80У немногие яркие страницы. Например, участие в юбилейном параде 9 мая 1990 года на Красной площади, а также участие в параде 7 ноября того же года. Многие вспоминают и позорный момент расстрел Белого дома в октябре 1993 года. Но тут, очевидно, виноваты не танки, а люди, приказавшие это сделать. Интересная деталь. В одно время башни Т-80У использовались при модернизации газотурбинных 80-ок. В настоящее время все Т-80У тут выведены на базы хранения, где ждут своей участи. Скорее всего она будет печальной. Лев Романов. Окончание следует. Право на данный материал принадлежит Вестник Мордовии. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.